Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Вчера был исторический день в жизни криптовалюты. Ведь именно вчера регуляторы США провели встречу с представителями криптовалютной индустрии в США. Дело происходило в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. И впервые мы наблюдали не просто одиночное позитивное заявление насчет долгосрочного будущего криптовалюты, но целый ряд выступлений в Конгрессе США, которые высказывали оптимизм по отношению к криптовалюте. Они не просто обсудили будущее биткоина и криптовалюты на территории Штатов, но и регулирование криптовалют, которое может поспособствовать росту криптовалютных активов в будущем. И почти все регуляторы на этом обсуждении транслировали позитивный оптимизм по отношению к этой инклюзивной и прорывной технологии. Также на этой встрече регуляторов присутствовали и шесть представителей криптоиндустрии, которые четко и внятно объяснили Конгрессу, почему эта технология так важна, и почему это регулирование, которое все ждут, должно быть принято. После того, как я изучил это собрание, посвященное крипторегулированию в Соединенных Штатах, я понял, что криптовалюта не просто останется, она станет ключевым элементом того нового будущего, которое стремительно наступает, и это неизбежно. Тебе, как биткоин-холдеру, это определенно понравится, поэтому не забудь поддержать это видео лайком, это помогает каналу в развитии, а мне, как всегда, находить мотивацию для создания этих видео. Давай наберем хотя бы 8 тысяч лайков. Большое спасибо. Начнем с Брайана Брукса. Как мы помним, он работал с Coinbase. Также он занимал пост контролера валюты в США. Он является одним из самых позитивно настроенных по отношению к криптовалюте регуляторов в Соединенных Штатах. Кроме этого, в какой-то момент в своей карьере он даже возглавлял Binance, а на данный момент руководит криптовалютной площадкой Bitfury. Брайан очень весомая фигура на криптовалютной шахматной доске, а также хорошо знаком с правительством Соединенных Штатов изнутри. На встрече с регуляторами был интересный момент, связанный с Брайаном Бруксом, а также с конгрессменом Тедом Бадом, который сказал, что текущая политика регулирования в США может стать причиной, почему финансовые технологии следующего поколения могут создаваться не в Америке, а за ее границами. Выступая от имени Bitfury, Брайан Брукс прокомментировал эти опасения так. Есть некоторые продукты, разрешенные в других странах, но запрещенные в США. Одна из вещей, которая делает криптовалюту опасной, заключается в том, что пользователи могут не различать разницу между различными токенами, поэтому они хотят диверсифицировать свои инвестиции в различные токены. Здесь, в США, мы не разрешаем этого делать. А вот, например, в Канаде, Германии, Сингапуре, Португалии и других странах это разрешено. Подытоживая, Брайан добавил, что из-за этого криптоинвесторы и крипторазработчики все чаще выбирают именно за границу для работы и покидают Соединенные Штаты. На этом обсуждение этого вопроса не закончилось, и конгрессмены спросили у Брайана, верите ли вы, что США фундаментально отстают от других наций в этой индустрии? Брайан ответил, что в этом нет никаких сомнений. Этот момент, ребята, практически как победа в рэп-баттле. И высказывание регуляторов в дальнейшем сильно отличается от того, что мы уже слышали от них еще полгода назад. Сейчас я хочу показать тебе несколько важных отрывков из этого совещания, которые тебе необходимо услышать. Начнем с конгресса Патрика МакГенри. Его выступление понравилось мне больше всего. Давай послушаем. Нам не нужны резкие реакции регуляторов, продиктованные страхом перед неизвестным, а не стремлением понять и принять новое. И этот страх регуляторов перед неизвестным только подавляет американские инновации и ставит США в невыгодное положение среди остальных наций. На протяжении всей истории мы видели множество вредных примеров чрезмерного регулирования по всему миру. В конце 1800-х годов Англия отреагировала на появление автомобилей законными, требовавших наличие трех водителей в одном транспортном средстве. Один водит автомобиль, второй заправляет его бензином, а третий размахивает красным флагом перед автомобилем. Сегодня в 21 веке Конгресс не должен быть столь же глупым, чтобы размахивать красным флагом перед этой технологической революцией. Мы должны понять ее, мы должны принять ее, и мы должны стать ее международным лидером. Это, ребята, именно то настроение, которое мы хотели бы услышать в Конгрессе США на протяжении всех этих 11 лет, что существует биткоин. Почему они постоянно реагировали на криптовалюту с позиции страха? Наоборот, регуляторы должны понять ее и осознать, какие возможности она сулит. Фундаментальная цель любого регулятора в любой стране должна заключаться в облегчении жизни гражданина. Криптовалюта – это крупнейшая финансовая и технологическая революция в истории денег, интернета и человечества. Не является ли это большой возможностью для людей? Для меня, как создателя контента, как для предпринимателя и простого обычного человека, крипта является такой возможностью. Она полностью изменила мою жизнь. Почему же регуляторы боятся этого? По крайней мере, боялись до вчерашнего дня. В свое время я не побоялся и рискнул абсолютно всем, поставил все на криптовалюту и сделал главной целью своей жизни продвижение криптовалюты в массы. Потому что я знаю, какой важной является эта технология, способная освободить людей финансово. И поэтому я очень рад, что конгрессмены в США тоже начинают это понимать. Хотя и немножко поздновато. Перейдем ко второму отрывку, и это не менее важное мнение из всего слушания в Конгрессе США, посвященное криптовалютам. Одним из моих опасений является то, что криптовалюта бросает вызов превосходству доллара США, мировой резервной валюты. Но вот что поразило меня, что ведущие стейблкоины на крипторынке решили привязать курс своих токенов именно к доллару США. Это кажется мне не вызовом доллару США, а наоборот выражением доверия к нему, как к резервной валюте. Так что же, криптовалюта это разве вызов или все-таки комплимент для доллара США? Я отвечу на это. Я не думаю, что это вызов, что люди хотят это долларовый счет. По всему миру люди хотят иметь доступ к американскому доллару, и это большая проблема для них. Криптовалюта это инструмент, который соединяет разные сообщества. Что люди хотят для повседневного использования? Конечно же, доллары. Если ты в Аргентине или где-нибудь еще в мире, ты хочешь получить доступ к доллару. И этот доступ не везде можно легко получить. И вот почему токенизированный доллар такой ценный. Потому что тебе не нужен счет в банке, ты уже будешь иметь доступ к системе, основанной на долларе. Криптовалюта это очень-очень важный инструмент с этой точки зрения. Вау, ребята, я просто не верю своим ушам. Еще один исторический момент в Конгрессе США. Функционирование всей криптовалютной экосистемы так или иначе связано с конвертацией токенов в стейблкоины и обратно. И да, существуют стейблкоины, которые привязаны к евро, юаню и так далее. Но 99% всех стейблкоинов привязаны именно к доллару США. Разве это не является самым позитивным сигналом и способом использования для доллара США? Долларизировать, если так можно выразиться, абсолютно все в этом мире с помощью новой криптовалютной технологии. Также это огромный способ использования и для цифровых валют центральных банков. Криптовалюта может удержать лидерство доллара в качестве мировой резервной валюты. Это важнейший стратегический ресурс для США, чтобы противостоять таким странам, как, например, Китай. Который, кстати говоря, тоже пытается использовать криптовалюту для распространения своей национальной валюты. И в этом он преуспел куда больше, чем Штаты. К счастью для Штатов, есть приватные блокчейн-компании, которые уже помогают доллару распространяться с помощью криптовалютной технологии. Уже сейчас, до того, как правительство США спохватилось. Итак, эта точка зрения прозвучала в Конгрессе США впервые, и она резонна. Криптовалюта – это не вызов для американского доллара, это его спасательный круг. Однако не все так радужно в солнечном Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Есть конгрессмены, которые до сих пор не могут принять и понять то, что происходит. Например, Брэд Шерман, по-моему, из Калифорнии. Прежде чем я покажу тебе его выступление, хочу добавить, что Брэд кормится с подачек кредитных организаций и банков, поэтому, возможно, его мнение не субъективно. То, что сейчас он скажет, даже смешно. Складывается впечатление, что не понимает, о чем говорит. Давай же послушаем. Угроза номер один для криптовалюты – это криптовалюта. Биткоин может быть смещен эфиром, эфир может быть смещен доги-коином, а доги-коин, например, хомяка-коином. А затем появится Кобра-коин и куча-куча новых коинов. Во-первых, думаю, хомяка-коин и Кобра-коин после запуска дадут столько иксов, сколько S&P 500 не дает за год. Во-вторых, спасибо большое Брэд Шерман за хорошее настроение. Итак, пока на рынке мы летаем то вниз, то вверх, как на американских горках, происходят удивительные метаморфозы в Конгрессе США, которые показывают нам, что будущее криптовалют в этой стране выглядит радужным. Майкл Сейлор у себя в Твиттере даже написал, что победителем вчерашнего слушания в Конгрессе США стал биткоин. Регуляторы по большей части начали показывать свое стремление не только понять эту технологию и использовать ее, но и просвещать население с помощью образования и предоставления информации о криптовалюте. Они также перестали бояться криптовалюту и наконец начинают видеть в ней те возможности, которые мы увидели 4 года назад. Это удивительный исторический момент, в котором мы сейчас находимся. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк. Это самый простой способ показать его как можно большему количеству людей. А именно в этом заключается моя миссия. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...